Каждые три часа есть сладкое в неограниченных количествах. Если для большинства детей это мечта, то для годовалой Ксюши Смирновой такая диета стала настоящим проклятием. С самого рождения ей поставили редчайший диагноз – гиперинсулинизм. По сути, сахарный диабет наоборот. В полгодика врачи из Дании сделали операцию, удалили 85% поджелудочной железы. И теперь у девочки появился шарф. В Дании нам врач сказал, что надеется, что с возрастом у нее будут улучшения. Может быть, сахар не нормализуется, но улучшения будут. Даже по ней сейчас видно. Если она вот я даю и сладкое, сахар держится. Деньги на операцию собирали всем миром. Родители потратили сбережения, вложились родственники. На помощь пришли даже соседи. Тяжело, когда ребенок больной. Это очень тяжело, очень тяжело. Морально и физически просто жалко. Поэтому я постаралась. Соседи хорошие, общаемся хорошо. Сейчас после операции важно постоянно поддерживать уровень сахара в крови. И врач уже выдал свою рекомендацию. Учитывая риск развития осложнений, а также в целях минимизации количества инъекций и повышения качества жизни ребенка, рекомендован препарат «Саматулин-Аутожель». Укол нужно оставить всего раз в месяц. Но стоимость одной инъекции больше 100 тысяч рублей. Это значительно превышает общий доход семьи. Мама обратилась за помощью в Русфонд с просьбой собрать деньги на годовой курс лечения. А помочь сегодня в принципе может каждый, пусть даже и на ходу. Для этого не надо запоминать длинный банковский счет или искать адрес в Соликамске. Достаточно отправить СМС-сообщение в Русфонд. Слово «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. И эти деньги обязательно дойдут до адресата. Взгляды на жизнь в семье Смирновых в последнее время сильно поменялись. После нашего случая в любой момент удобный СМС-голосование, знаете, вот это вот. Через СМС отправляем деньги, помогаем другим детям. Потому что сами прошли через это, знаем, что это такое. Хотя теперь для Смирновых чужих людей с каждым днем становится все меньше. Стоит только отправить СМС, стать чуть ближе и спасти жизнь. Сергей Овчинников, Александр Сигалаев. Вести. Пермь. Продолжение следует.